Сергей Николаевич, каковы Ваши личные фирменные средства и способы борьбы с хандрой, апатией и плохим настроением? Чем Вы мотивируете себя в Вашей насыщенной деятельности? Трудно сказать, у меня этого никогда не было. Но попробую сказать. Ну, понимаете, у каждого человека есть система целей. Цель делает человека сильным и активным. Когда есть цель, человек двигается. Если у человека нет высоких целей или даже обычных житейских целей, то ему становится скучно. Поэтому, насколько Вы зависите от окружающей среды, мечтая о машине, или красивой одежде, или о чем-то еще, настолько, если это что-то не получается, Вы будете в хандре, Вы будете в ныне и прочее, и прочее. Привыкните что-то делать. Привыкните быть активными. Если Вам что-то не нравится, делайте. Я говорил о том, что религия, с моей точки зрения, наивно представляет, что такое смирение, дает примеры пассивности. А смирение – это не пассивность, это отсутствие протеста при активной деятельности. Поэтому мы должны понимать, что спасение в нас самих, что мы можем добиться реально измениться, изменить в себе свою судьбу. Об этом Христос и говорил. Стучите, Вам отворят, ищите и обрящайте. Гора с места сдвинется. Если у Вас горы сдвигаются, будете ли Вы в хандре? Привыкните действовать, привыкните добиваться целей, привыкайте ставить высокие цели. И у Вас всегда будет желание что-то сделать. Продолжение следует...